Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, разумеется, второй раз за неделю в соответствии с нашим с тобой графиком. Мы обсуждаем рыночные возможности, технику и фундамент, смотрим на какие-то интересные паттерны, ты в этом помогаешь, на новости, которые на них влияют на поведение финансовых активов. Ну и даем рекомендации, конечно же, тем, кто следит за нашим с тобой совместным контентом. Как я отмечал, в понедельник было бы неплохо сегодня рассмотреть перспективы канадского доллара, потому что давненько мы не касались уже этого инструмента, а сегодня есть хороший повод сделать, потому что сегодня заседание канадского регулятора и 100% повышенная латильность, которая будет по этому активу. Я посмотрел, как канадский доллар реагировал на последнее решение по процентной ставке, там диапазон хода буквально от 50 до 100 пунктов. То есть для рынка форекс, для краткосрочных возможностей это более чем нормальное движение. Поэтому, друзья, если вам интересен фундаментальный трейдинг на новостях, сегодня как раз тот случай, когда можно рискнуть, если вы, конечно же, согласитесь с той точки зрения, которую я озвучил в плане фундаментального фона. Так, если, Виталий, у тебя будет возможность тоже прокомментировать канадский доллар, замечательно. Так, давайте к демонстрации экрана и начнем с тех идей, которые транслировались в прошлый раз. Так, индекс доллара, куда же без него, тем более, что сейчас котировки 104 пункта. Индекс американской валюты реально продолжает расти безоткатно. Вчера вышел отчет по инфляции, в принципе, я не думаю, что он кого-то удивил. Все ожидали, что рост инфляции это неизбежно, для американской экономики он продолжится, причем даже текущее значение 8,5%, это мартовские цифры. Это еще не предел. Если предположим, что основной вклад в рост индекса потребительских цен как раз по итогам марта внес рынок нефти, скачок цен на энергоносители, чуть-чуть развивая эту тему, опять же, возвращаясь к прогнозам того, что бренд WTI могут обновить локальные многолетние максимумы, там, в районе 130-150 долларов за баррель. Друзья, ну тут понятно, что индекс потребительских цен при таких темпах роста цен на энергоносители может и до 9-10% добраться. Это легко вообще. Почему же доллар растет? Потому что чем круче сейчас задирается инфляция, тем агрессивнее, конечно же, будет действовать ФРС. Причем эти агрессивные действия уже в порядке ожидания подразумевают, что по итогам майского заседания американского регулятора мы увидим не только повышение ставки шагом сразу на 50-20 пунктов. Но я надеюсь, если ФРС, опять же, не включит заднюю, он еще и анонсирует сокращение баланса через программу количественного ужесточения объемом хотя бы 95 миллиардов долларов. Хотя, ты знаешь, получается, что если мы прикинем вот этот шаг снижения баланса на 95 миллиардов, он настолько ничтожен, по сути, это 1% от того объема, который был накоплен в 9 триллионов. И, конечно же, я считаю, что американскому регулятору нужно действовать агрессивнее. Ну, опять же, мое мнение, ничего не значит для американского регулятора. Хочется верить и полагать, что им виднее. Но я допускаю, что лучше, конечно же, все-таки сейчас признать уже явно выше из-под контроля роста инфляции. и анонсировать, как я видел на Блумберге, идею от аналитиков Goldman Sachs со сокращением баланса сразу на 300-400 миллиардов долларов. В общем, майское заседание все решит. Еще до этой встречи регулятора США уверен почти, что индекс доллара доберется еще выше. В прошлый раз я отмечал цель от Goldman Sachs 103 пункта, поэтому, в принципе, разделяю точку зрения, что до 103 пунктов индекс доллара сможет добраться. Так, что касается наших с тобой рекомендаций. В прошлый раз европейскую валюту мы рассматривали с позиции шарта. В принципе, я рекомендую шартить евро и дальше. Сейчас очень рядом, прямо близко уровень важной поддержки 1.08. Интересно, сможет ли европейская валюта прямо так на скоком взять этот уровень и побить, закрепиться ниже. Но мне кажется, что да. Вот этот нисходящий тренд настолько сейчас устойчивый на фоне того, что мы сейчас видели еще с индексом американского доллара, даже не представляю, что сейчас может улучшить рыночное настроение настолько, чтобы европейскую валюту стали откупать. Но завтра заседание Европейского центрального банка. Я не думаю, что какие-то решения по ставкам или даже, знаешь, намекам на то, что мы готовы ее повысить, как и прочие центральные банки, я не думаю, что такие заявления будут, потому что ЕЦБ, так же, как и Банк Японии, пока что вот сохраняются политику исключительно стимулирования экономики и считают, что уже точение на текущем этапе – это больше негатив, чем позитив для экономики в целом. Посмотрим. Я думаю, что еще до заседания Европейского центрального банка или даже по факту самого заседания Европейского центрального банка будет вот этот всплеск волатильности, который может помочь добить по паре евро-доллар до моей личной такой субъективной цели, где хотелось бы видеть ЭЦРа на уровне 1.07. Так, что касается Brent. Рынок нефти отбился от 100 долларов за баррель, сейчас котировки 104.29. Сегодня данные по запасам. США не думаю, что прям сильно будет волатилить нефть по факту этого релиза, но в случае снижения запаса фактор поддержки будет. Вчера же мы выросли по рынку нефти, если ориентироваться на новостной фон. Это на сообщениях о том, что Китай начал смягчать ковидные ограничения в Шанхае, потому что ранее пережестили. Там же начался самый настоящий продовольственный кризис, из-за того, что эти меры были настолько жесткими, что Шанхай в полной изоляции. Пожалуйста. Сейчас подслабление вот этих ограничений возвращает надежды на то, что сам факт стремительного распространения эпидемии в экономике Поднебесной не станет таким якорем для спроса на топливо. Поэтому в этом не будет такого уж деструктивного фактора для котировок. Ну и также новость еще по переговорам между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, что не планируется собственное достижение даже в перспективе ближайших трех месяцев. Это комментарий от представителей Тегерана, что слишком уж еще великие разногласия между сторонами. Поэтому тем, кто рассчитывал на быстрое возвращение иранской нефти на глобальный рынок нефти, придется немножко повременить. Соответственно, я вижу Brent в прежней устойчивой тенденции роста и настроен на то, что Brent подражает как минимум до 110-115 долларов за бар. Золото тоже в соответствии с нашими ожиданиями пока что в локальной восходящей тенденции – 1966. Телли до конца этой недели – 1990-2 тысячи долларов за тройскую унцию. Активные покупки золота пришлись именно на факт публикации отчета по инфляции. И, конечно же, на золото обратили внимание как на страховку от этих инфляционных рисков. Потому что если в Штатах такой индекс потребительских цен, понятно, что в других странах он и вовсе будет на порядок выше. По поводу также индекс хроничных настроений Кайман рекомендовал поглядывать на него. Сейчас по-прежнему сигнализирует о том, что максимум мы еще не добрались, и толпа сидит в продажах. И рынок идет против толпы, соответственно, отрастает. Так, еще была просто как тенденция обозначена по американскому фондовому рынку с целями 4400 пунктов – это S&P. Мы эту цель сделали. Я думаю, что из-за все-таки более устойчивого сейчас явного вектора ФРС на ужесточение монетарной политики, американский фондовый рынок будет проседать дальше. Поэтому давайте смотреть на цель 4300-4200 уже. Виталий, снова тебе. А, кстати, да, чуть было не забыл про канадский доллар. Сейчас пара 1.2647. Я сегодня настроен на то, что канадский регулятор все-таки повысит ставку на 50 базисных пунктов. Поэтому предлагаю сделку. Селл стоп с уровня 1.2590, стоп лост 1.2650 и тейк профит на уровне 1.24-1.2450. Рынок труда, уровень безработицы 5.4% – это исторический минимум, а инфляция на максимум за 30 лет. Почему бы канадскому регулятору сейчас все-таки не отважиться на шаг в 50 базисных пунктов в плане повышения ставки? Здесь еще и рынок нефти. В общем, два таких фундаментальных обстоятельства, что канадскому доллару лучше сейчас потеснить позиции американца. Ну, в общем, посмотрим, обсудим уже тогда в следующий понедельник. Виталий, тогда слово тебе. Всех приветствую. Давайте пройдемся по старым идеям. Дам новое видение по рынку на сегодня. С интересных моментов, которые произошли. Ну, как ты в прошлый раз говорил, помню, о инфляции, что она ожидается 8,3, но ты ожидал больше, она в принципе вышла и больше, 8,5 получилось. Но есть один интересный момент. Два момента такой. Кто-то такая фраза была на днях услышал, что кукушка приводит к инфляции. Да, но некоторые говорят, что кукушка – это и есть инфляция. Вот это печатание денег, понятно. Но был интересный момент. После вчерашней инфляции заявление Байдена. Я не смотрел оригинал. Я так и видел перевод от одного аналитика. Это все нефть, да? Нет, одну страну винил, которая, скажем, виновата в такой большой инфляции. Поэтому, скажем, будут отводить, скажем, что это все не ФРС виновата, но в некоторых странах. Ну, кому интересно, может, погугли. Потом по 8500. В прошлый раз конкретно была рекомендация на продажу. То есть я уже последние несколько недель говорю о продажах. В прошлый раз было две лимитки. Первая – это селл-стоп на пробой вот этого минимума 44.40. На уровне 44.30 осталась лимитка. Она сработала. Мы немножко прокатились вниз. Дальше вижу тенденцию, как, в принципе, и ты на снижение. Нужно быть осторожным, потому что я приводил ранее один момент, что, возможно, есть вариант, что вот это все, что сейчас идет, это будет коррекция. Мы пришли, в принципе, не к плохому уровню поддержки. И отсюда можем, скажем, сменить вот этот локальный нисходящий тренд на, скажем, повышающийся тренд. Но пока каких-то признаков я не вижу, скажем, это предположение. Пока кто ранее шортил, то, возможно, удерживать шорты. Кто там по более хорошим ценам были и у нас точки входа по 46.10, по 45.80. Последние – это 44.30. Ну, кто повыше, может, как я уже сказал ранее, часть фиксировать без убыток и надеяться, что мы пойдем на какое-то такое более среднесрочное снижение в ней. Обязательно без убыток там стоп-лоссы соблюдать. На текущий момент ТОУ в последние две недели, скажем, не использовал рекомендации, возможно ли дальше шортить. Да, с текущих, то есть у нас текущие цены 44.11. Если будет чуть выше, тоже можно шортить в районе 44.40 с общим стоп-лоссом 44.65 за вчерашний максимум. Если мы его уже будем ломать и ломать вот этот такой локальный нисходящий тренд, то, возможно, здесь будет что-то развиваться. Так как мы знаем, что, да, будет уже стечение, возможно, на 50 баксов пунктов в мае. Процентные ставки плюс там заявление будет, что дальше будем поднимать. Но, как мы знаем, есть такой момент, что рынок эти новости уже будет учитывать в ценах. И когда придет, скажем, тот момент повышения процентных ставок или ближе, или какой-то переломный момент, то рынок будет идти в обратную сторону. Если ставку поднимаем, почему рынок идет в обратную сторону? Это тоже нужно учитывать. Дальше. Криптовалюта. В принципе, как я и говорил, показы шорты аналогично ходят с индексом S&P 500, то есть вниз. Возможно, это все идет, вот это движение вверх, которое было, ну, так скажем, боковое движение больше не похоже на верх за последние 3 месяца. Мы дальше будем обновлять минимумы. Есть такой локальный уровень поддержки, то есть это позавчерашний минимум, такое аномальное движение было достаточно сильно. Если его будем пробивать, то это у нас цены какие-то, ну, 39-400. Если будем пробивать, то, возможно, там с лимитом пробовать селл-стоп на дальнейшее снижение, возможно, где-то в рынке 36 и ниже будем падать. Дальше. Что касается золота. Напомню, еще там, на прошлой, позапрошлой неделе выставляла лимит на уровне 1965. Напомню, у меня есть два тезиса, то есть это что касается рынка нефти и золота, что по этому рынку мы среднесрочно, по идее, должны уйти вниз. Почему? Потому что на тех факторах, которые раньше росла нефть и золото, скажем, они уже, скажем, как бы прошли вот этот психологический барьер. Нефть показала рост, что сильный, и золото. Сейчас, скажем, рынок пойдет глобально в обратную сторону. Почему? Потому что, ну, скажем, любая новость любого уровня, она, скажем, имеет какой-то излом. И я думаю, что этот излом произошел. Поэтому, кто ранее не чертил золото, можно пробовать с секущих. То есть это у нас как раз уровень 1965 чертить. Пока здесь такой шорт достаточно рискованный, потому что цену поджимают наверх. Это явно видно. Но, скажем, я буду искать, если будут выносить более глубоко вот этот уровень 1965, выше там район там 2000, все равно буду искать точки входа на шорт, так как я ранее сказал, вот это движение вниз, это рассматриваю как импульс. Это коррекционное движение. И мы дальше, по идее, должны идти минимум сюда, в район там 1800. И дальше уже будем смотреть, возможно, там район 1700 и ниже. Это что касается золота. Так. Ну, по канадскому доллару скажу так. Пока каких-то идей хороших нет. То, что ставку поднимут, возможно, скажем, цену закинут вниз, как ты уже, в принципе, выставил. Ну, каких-то таких моментов мы уже там отросли немножко. И, возможно, какой-то будет задер. Ну, пока мне здесь картинка на... Не вижу хорошей картинки. Что касается евро-доллара, индекса доллара. По индексу доллару я в прошлый раз вставлял лимитку, но мы до нее не добились на 99.30. То есть вот это движение вверх, я считаю, как бычая ловушка для покупателей, которые там ожидают цену выше. Ну, пока дорога открыта вверх, то есть я не трясаю, что мы будем расти дальше, там, вплоть до, как ты назвал, 103 уровня. Но я думаю, что мы где-то здесь должны в ближайшее время, если будет хороший сигнал, то есть играть на понижение. То есть оставляю лимитку, а дальше 99.30 с расчетом, что мы будем делать ложный пробой вот этого уровня 99.40 и дальше уходить на 97.70 и, возможно, ниже. Как вариант, не исключая, где-то здесь, если будет какая-то точка входа рисоваться, то, возможно, будет рассматривать здесь шорт. Но пока ее нет. Поэтому у меня пока все порой. Спасибо, Виталий, за рекомендации, за точку зрения. Но остается следить только. Соответственно, сегодня, напоминаю, заседание канадского регулятора, завтра заседание Европейского центрального банка, то есть тоже влатильная торговая сессия. Ну, а пятница, страстная пятница, там выходной день. Поэтому все, кто, друзья, хочет что-либо предпринять в плане торговой активности, считайте, что у вас есть два торгового дня. Виталий, в понедельник тогда снова все обсудим. Я думаю, что рынки точно будут уже на совершенно других уровнях с учетом такого фундаментального фона. Ну, будем комментировать, держать руку на пульсе и подсказывать нашим подписчикам и тем, кто следит за нашим контентом, как действовать. Спасибо тебе. Хорошего закрытия недели и хороших выходных. Пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok